структура протокола хтп но тут вдаваться особо мы не будем основные аспекты посмотрим ну главное в том что хтп стал основой для протоколов для других я же говорил стал как талнет для других протоколов он более сложный передает достаточно сложные сообщения в отличие от талнета если в талнете у нас сложные какие-то взаимодействия они строились по по привычке по некой договоренности то есть вот она должна некий формат иметь и мы придерживаемся этого формата то в хтп формат прописан жестко и мы соответственно жестко с ним работаем но вместо талнета программы например можно использовать программу куру которая также как программа талнет работает с хтп то есть имеет доступ к основам протокола значит в зависимости от того как мы сконфигурируем сервер мы можем иметь непостоянные и постоянные соединения хтп но непостоянные понятно подключился забрал объект сбросил соединения постоянные мы используем сессии сессии опять же нужно идентифицировать куки отсюда появились для идентификации сессии и так далее тут конечно удобно чем то что скажем мы вводим идентификацию то есть мы можем в рамках сессии ввести идентификацию пользователя и к разным объектам осуществлять доступ при однократной идентификации если у нас не постоянный хтп то у нас идентификация должна происходить при каждом соединении что конечно утомит пользователей и они просто перестанут пользоваться данным ресурсом тут у нас структура сообщения хтп вот видите у нас хтп от версии слышим отделен поэтому и называют хтп пополам и хтп на 3 хотя это вторая и третья версия хотя эта версия в бок как бы не прямой рост прямое увеличение функционала а некий дополнительный функционал который в принципе укладывается в хтп 1.1 и если бы все развивалось логично и организованно то он бы просто и шел как дополнение к хтп 1.1 но нам же нужно чтобы продвинуть свою технологию громкое название и дать и название 2.0 и 3.0 звучит лучше чем скажем хтп 1.1 abc что-нибудь в этом духе значит у нас тут несколько методов запроса хтп опять стандартизованных ну и универсальный указатель ресурса вот у нас например запрос get указываем на указатель ресурса относительно корня значит и тип протокола и ответ у нас код возврата 200 и такие что все нормально вот мы тут сделали один ноль протокол но реально сейчас протокол последний один один у него интересные фичи но самая наверно интересная фич широко используемая это несколько разных хтп серверов обслуживающих разные домены на одном айпи адресе то есть хтп сервер по имени ресурса он понимает какой из процессов должен обслуживать данный ресурс тут у нас основные методы ну что у нас у нас два основных метода это get post они отличаются по варианту передачи информации ну и это get post это отправка информации ну и остальные тоже полезные варианты но они как бы однозначны поэтому проблем не возникает вот у нас пример запросов get и пост пост мы запрос мы кроме самого ресурса можем выдавать какие-то дополнительные дополнительные информацию для этого ресурса которая будет обрабатываться веб сервером ну и ответы самый известный ответ 404 да нет нет страницы 200 хороший ответ это значит все все хорошо и так далее 505 ошибка сервера неприятно какая-то ошибка сервера да все ошибка и все что за ошибка непонятно ну нужно знать основные ошибки но если вы не веб разработчик то вы кроме 404 которая крайне распространенная и стал даже мемом вы вряд ли будете с чем-то встречаться ну и у нас в отличие от то унета в хтп стандартизованный заголовок как бы идет в виде ключ значения ключ это имя поля и через двоеточие может идти список значений ну какие вот тут у нас дальше перечислены основные заголовки или основные ключи например работа с кашированием работа с соединением ну с кашированием понятно что тут есть каширование нет максимальное время жизни какие-то расширения каширования и так далее заголовок заголовок дата заголовок маем в нем указывается маем версия маем как вы знаете возникла для почты для того чтобы в почтовое отправление вкладывать сложное содержание у нас описывалось с помощью строки маем что там за содержание находится то есть что за тип файла потом почтовая программа могла обработать этот файл соответствующим образом ну и зачем изобретать велосипед для хтп применяется то же самое прагма это соответственно опции желательные опции вы задаете прагма желательные опции которые должны работать значит список протоколов которые поддерживает клиент список протоколов для прокси серверов и так далее ну тут у нас для работы клиент договаривается с сервером о протоколе по которым будет работать если клиент и сервер поддерживают наивысший ну какой-то протокол естественно выбирается наивысший протокол то они по нему и работают если сервер поддерживает список больших протоколов а клиент только самый примитивный работает по самому примитивному протоколу ворнинги форматы ресурсов чарсет это очень важно но по умолчанию сейчас предпочтительно конечно ставить утф 8 но когда утф не было слабые компьютеры эконом на кодировках у нас указывалась кодировка это было жизненно важно потому что кодировка клиента могла не совпадать с кодировкой сервера клиент должен клиент это не воспринимали кучу кодировок и так далее то есть это было достаточно было достаточно большой проблемой работать с нужной кодировкой текста значит юникс юниксовые странички на кое 8 писались в основном русские имеется ввиду виндовые на 1251 иногда такие были умельцы которые на кодовой странице 866 писали и так далее и до сих пор попадаются такие странички проблемы с работой с ними ну универсальную TF8 значит кодирование ну сервер у нас может поддерживать сжатие несколько вариантов сжатия например zip хорошее сжатие дефлейт это zip зиповское обычное сжатие и так далее язык какой язык у нас поддерживается ну по умолчанию можно сказать что если нет языка английский но вообще конечно когда мы проверяем на валютность хтп страницу то там должно быть задано какой язык лучше значит значит что у нас адрес электронной почты доменное имя это все дополнительная информация которая клиент может посылать серверу значит время модификации страницы максимальное количество переходов через прокси сервер то есть все вот это достаточно специфические теги которые есть но обычно для пользователей или даже для программиста они скрыты они больше волнуют системных администраторов и при работе бэкэнда и серверов так ну вот юзер агент это широко известное мы можем по юзер агенту примерно представить каким функционалом обладает клиент и соответственно посылать ему информацию только соответствующие его функционалы мы можем даже ограничить для правильных клиентов доступ ну юзер агент это тоже желатель добрая воля клиента в посылке данного сообщения то есть клиент может вместо реального юзер агента посылать все что угодно какое пропишет и сервер должен естественно верить ответы ну в принципе идеология тоже самое и так у нас опять же как структура запроса так и структура ответа вот если у нас был юзер агент то у нас сервер выдает информацию о том что это за сервер с какими ресурсами работает но впрочем если юзер агент у нас сервер может понимать в каком виде он может выдать информацию клиенту то для клиента наверное вот эта информация о веб-сервере не столь принципиально то есть он вряд ли будет что-то менять при обращении значит какие языки какие опции поддерживаются имеют эти методы get hit и так далее значит что он возвращает ну в данном случае у нас html возвращает вот f8 там может он возвращать скажем файл вот это как раз важно для клиента он будет обрабатывать в зависимости от того что ему пришло он запустит по моим тайпу обработчик прописано у него или сам веб-броузер будет обрабатывать или запускать стороннее приложение ну и вот дальше у нас примерное описание диалога хтп как видите тут все достаточно структурировано но в основном структурируется на идеологии ключ значения и вот такой вот ответ сервера после этого заголовка у нас сам ресурс идет текст html мы его обрабатываем ну вот в принципе вся информация нужная тут у нас есть у нас есть у нас есть и Продолжение следует...